Пигменты Здравствуйте! Совсем недавно появились пигменты. Замечательная новинка в искусственной ЭЛА. Они великолепно сочетаются с акриловыми пудрами. Подходят также для смешивания с гелями. Их можно использовать для оригинального дизайна под топовое покрытие для шелака. Для этого только нанесите пигмент в виде узора или полностью на всю ногтевую пластину. Затем перекройте топом. Все пигменты прекрасно сочетаются между собой. Я считаю, что это великолепная возможность для творчества в дизайне ногтей. Давайте поговорим обо всем подробнее. Для смешивания гель-лаков нам потребуется для выполнения первого варианта смешивания верхнее покрытие. Я буду использовать. Достаем. Можно прям кисточкой из баночки. Я использую для смешивания такие стеклянные стаканчики. Три капельки ставлю верхнего покрытия. И затем при помощи лопаточки я набираю одну часть, примерно такую же, как я взяла капельку топа, пигментов. Добавляю верхнее покрытие и аккуратно все перемешиваю. Если вам хорошо видно, консистенция и помол пигментов настолько малы, что очень хорошо и тщательно сразу же практически перемешиваются с гель-лаком. И получается очень однородная консистенция. Обратите внимание, я взяла три части верхнего покрытия и одну часть пигментов для того, чтобы у меня все хорошо заполимеризовалось. Вот у меня получился вот такой цвет. Практически такой же цвет, как и в баночке. Далее я соберу в целях экономии гель-лак с лопаточки, которые я перемешивала, гель-лаки. Немножечко из стаканчика и покажу вам нанесением на обычный тип с прозрачной, получившегося оттенка. Вот такой у нас получился первый слой после полимеризации. Ну и соответственно вторым слоем я уже добавляю цвета на покрытие и плотность. Вот такой цвет у меня в результате получился нанесение двух слоев верхнего покрытия, смешанного с пигментами. Я его сейчас заполимеризую и перекрою топом. Есть еще второй вариант нанесения пигментов на гель-лак, так называемое его смешивание. Это нанесение пигмента на липкий слой гель-лака. Вы можете наносить его на цветное покрытие, можете на базовое покрытие. Я взяла гелевую кисть, обмакнула ее в пигмент и аккуратными такими прихлопывающими движениями, прижимающими, я аккуратно наношу пигмент, например, на выбранную часть ногтя, либо я могу полностью весь ноготочек перекрыть. Вот такой достаточно простой вариант дизайна можно создать при помощи пигментов. Тут уже будет работать, конечно же, ваша фантазия. Можно, как я уже сказала, полностью перекрыть весь липкий слой одним каким-то выбранным цветом пигмента. Ложится он достаточно ровный, очень красивый, имеет такой перламутровый оттенок. Сверху необходимо обязательно закрепить все верхним топовым покрытием. Также я хотела показать вам смешивание пигментов с акриловыми пудрами. Вначале покажу, как можно намешать прозрачную пудру. Также берем три части прозрачной пудры. Опять же, я использую такой стаканчик и маленькую мерную лопаточку. Набрала три лопаточки прозрачной пудры и добавляю уже сюда одну часть, примерно такую же, как и добавляла пудры пигмента. И аккуратненько, хорошенечко все перемешиваю. Опять же, хочется добавить, что за счет того, что помол у пигмента очень-очень мелкий, вы можете видеть, что он очень хорошо перемешивается с пудрой. И сейчас я покажу вам на типсе, как будет смотреться данный цвет уже в готовом акриле. Набираю небольшое количество мономера на кисть. И беру пудру. Такой практически цвет, как у нас исходный цвет пигмента, получился уже в конечном результате. Продолжение следует... Продолжение следует... Еще хотела показать вам смешивание пудры уже ярко-белого цвета, также с пигментами. Вы посмотрите просто на чистом цвете, как он будет отличаться от уже смешанного с белым пигментом. Итак, я уже добавила в стаканчик три части акриловой пудры. Добавляю одну часть пигмента. И хорошенечко все размешиваю. То есть, в принципе, должен получиться такой более светлый оттенок малинового цвета. Так, набираю пудру приготовленную. Ну и уже, по-моему, видно, насколько цвет стал светлее исходного. Вот такое будет отличие. Положу маленький такой кружочек на поверхность. Можно добавить, конечно же, меньше пигмента, и тогда у вас получится более светлый оттенок. То есть, здесь вы уже можете регулировать оттенки, пробовать различные сочетания. И, конечно же, мешать пигменты с любыми цветными пудрами, которые у вас есть в наличии. И последний вариант. Хотела показать вам, как смешиваются гели. Также хочу взять несколько частей геля. Очень удобно мне в стаканчике их смешивать. Так. Аккуратненько. Можете лопаточкой, можете кисточкой, как вам больше нравится, как вам удобнее. И также добавляю обязательно туда пигмент. Пигмент хочу вам еще показать такой с блесточками. Есть ярко-желтого цвета. Тоже примерно одну часть. Чуть-чуть побольше возьму. И аккуратно все это перемешиваю в стаканчики. Я его хорошенечко намешала. Набрала на кисть, на гелевую, такой достаточно большой шарик, потому что у меня тип с ней маленький. Сейчас его распределю. Хотела показать вам несколько цветов смешивания с гелем. Приблизительно, чтобы вы понимали, что какие оттенки вообще получаются. Я вам хочу сказать, что при смешивании с прозрачным гелем в стаканчике, мне казалось, что цвет должен получиться прозрачным. Но вот по факту, при выкладке геля даже на прозрачный типс, вы можете видеть, что цвет достаточно плотный и практически ничего не просвечивает. После полимеризации первого шарика, я хотела показать вам еще смешивание геля. Я возьму небольшое количество, потому что мне нужна будет маленькая полосочка геля. Вот с таким более плотным пигментом, но уже без таких ярких больших блесточек. Также сейчас его хорошенечко перемешаю. Вот такой плотный яркий цвет у нас получился. Наберу небольшую капельку на кисть. И просто рядом с первым шариком выложу полосочку этого получившегося геля. Цвет также очень плотный, совершенно непрозрачный, могу вам сразу сказать. И напоминаю вам о том, что вы можете смешивать пигменты не только с прозрачными белыми оттенками акрилов и гелий и гель-лаков, но также с любыми другими для получения совершенно новых каких-то цветов. Обязательно экспериментируйте, пробуйте. По-моему, это очень интересно и для тех, кто любит заниматься дизайном, достаточно такой интересный процесс. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!